Коллеги, еще раз всем доброе утро. Мы будем начинать. У нас сегодня очередная экспертная дискуссия. Мы называем этот формат эксперт апдейт. Проводим его вместе с группой компаний Верный Капитал. Это наши друзья и коллеги, которые поддерживают такой формат интересных экспертных дискуссий. Они сегодня тоже в панели спикеров, руководитель группы компаний. И сегодня тот редкий случай, когда у нас в панели четыре председателя правления всех ключевых игроков на телекоммуникационном рынке, которые есть. Поэтому мы рады этой возможности обсудить вместе с ними текущую повестку, обсудить то состояние, которое сложилось на рынке сейчас. Мы об этом заявляли как о ключевой теме нашей встречи, обсудить будущее. Потому что, ну в частности, наше издание очень любит обсуждать будущее. Мы вообще в Казахстане любим обсуждать эту тему, рассуждать, говорить о том, что нас ждет и так дальше. Потому что, возможно, мы не всегда удовлетворены тем, как в настоящее время складываются дела и все хотим большего. Но с кем еще у нас есть возможность обсудить будущее телекоммуникационного рынка, как не с руководителями всех ведущих компаний, которые на нем представлены. Мы будем начинать. Формат наш предполагает, что в течение какого-то времени дискуссия будет идти между спикерами, которые в панели участвуют, и мной как модератором. Меня зовут Вячеслав Абрамов. Я руковожу интернет-изданием «Власть». Дальше мы перейдем к вопросам из залов. У нас сегодня много и экспертов, которые рынок исследуют, рынком занимаются. Мы видели очень активную регистрацию и очень много представителей медиа, которые, очевидно, заинтересованы в этой дискуссии тоже. Поэтому будет возможность задавать вопросы вне всяких сомнений. Потом, мы надеемся, даже будет небольшая возможность, короткая довольно, поговорить один на один, взять какие-то интервью, если это будет необходимо. Но нужно понимать, что времени на это будет совсем немного. Мы предполагаем, что где-то в полтора, в час сорок пять мы уложимся с нашей дискуссией. Вот я такие ключевые вещи сказал. Давайте начинать наш разговор. У меня… Я недаром смотрю на господина Исикеева, потому что очевидно, что первый вопрос будет к нему, потому что изменения, происходившие в последние два года на рынке. Они так или иначе касались прежде всего компании, которую он долгие годы уже возглавляет, руководит ею, компанией Казахтелеком. В прошлом году мы наблюдали сделку вокруг Кейселы. Это было, наверное, самое обсуждаемое событие не только на телекоммуникационном рынке, но и вообще в бизнес-сфере Казахстана. Все долго про это говорили. Были очень разные мнения, в том числе у спикеров, которые представлены здесь сегодня. Сделка состоялась. Ее можно, конечно, тоже обсудить. Я думаю, что мы ее обсудим. Но в этом году Казахтелеком дал еще один повод для обсуждения. В конце весны прошла еще одна сделка. И теперь компания Теледва тоже полностью принадлежит компании Казахтелеком. И таким образом произошла консолидация активов на телекоммуникационном рынке, когда фактически, ну мы можем, конечно, говорить о том, что есть несколько игроков, но фактически осталось два крупных игрока. И они вот так вот два на два представлены в нашей сегодняшней панельной дискуссии. Поэтому первый вопрос господину Висикееву. И он как раз о том, зачем нужна была такая консолидация, каков был и каков сейчас план после того, как примерно две трети, насколько мы понимаем, рынка контролируется так или иначе Казахтелекомом. Извиняюсь. Спасибо, Вячеслав, за вопрос. Наверное, истории наших сделок Казахтелекома наверное не последние два года, а целое десятилетие. В 2010 году, когда долгое управление, говорить, сколько я нахожусь в группе компании Казахтелеком, то когда мы пришел в Казахтелеком в 2010 году, он владел 49% Метиселла, владел 51% Нео в тот момент оператора и 100% Алтелла. И понятно, что из-за того, что у Нео и у Алтелла, вы знаете, что у Алтелла стандарт был CDMA, ему понятно не пошел. И отсюда понятно, что у него абонентская база стала не более 2-3% рынка и уже мало кто этим пользовался. Говорить о Нео, Нео был 2-3 удачных запуска, но такого объема рынка, которого он хотел взять, там он 3-4% не было. И в 2010 году, если брать как факт, мы имели 49% Кисели, но наших прав внутри этого актива, по сути дела, было немного. И понятно, надо было решать что-то с рынком. По сути дела, первая сделка у нас была по продаже Нео Теле2. Если вы помните, что как раз Теле2 зашел, Телеком вышел из этого актива, потом Алтелл мы оставили у себя и 2012-2013 году подошла сделка по Теле Сонеро выкупу самого Кисела. На тот момент времени, вы помните, что сделка была очень большой, оценка актива составила 3,5 миллиардов долларов. И для нас с точки зрения рынка и в то, что верил в то время Теле Сонеро, это была очень удобная сделка. И в какой-то исторической перспективе, если вы помните, мы в государство пришли, говорит, если мы отдаем мобильный актив по хорошей цене, надо еще отдать должное, что мы выплатили все, которые деньги получили в форме дивидендов. Понятно, что это немного так снизило деньги в компании, но в то же время сделало нас более спортивными, чтобы на этих лаврах больших заработка не оставаться. Мы выплатили дивиденды, акции Кисела сильно подскочили, и физические лица, которые держали наши акции, они действительно хорошо заработали. Я думаю, что все, кто держал акции, об этом хорошо помнят. Акции Казахтелекома. И мы выплатили все дивиденды. Потом, но взамен, понятно, возникла проблема, как жить дальше. У нас остался Алтел, и тогда у нас были переговоры с государством, государство нас сильно поддержало и дало нам, если вы помните, Алтел 4G эксклюзив. Естественно, получив такие эксклюзивные права, для нас был важен очень быстрый старт. И вы помните наш быстрый старт. Мы, Астана Алмата первая была, там лаунч, то есть установка сотовой связи, когда мы вышли с рынком MyFive на рынок. И, по сути дела, мы сделали MyFive брендов. Мы MyFive продали, наверное, больше двух миллионов. И, наверное, я даже встречал абонентов, у которых было по четыре MyFive, один лежал в машине, другой в портфеле, один дома. И после этого мы начали имплементацию по всему рынку. И, понятное дело, что Алтел 4G, имея еще и частотное и технологическое преимущество, основная часть абонентов начала переходить на наши скоростные характеристики. В то же время сам Казахтелеком, он являлся формированием сам один трафика оператора, то есть, который сами заводят интернет. Понятно, что нам было очень удобно наше стопроцентное предприятие это дать. И второе, я так понимаю, для всего рынка мы дали возможность ощутить очень большую скорость уже на мобильных устройствах. Где-то это пошло в ущерб нашему EDSL, тому же Megaline, но мы понимали, что будущая рынка за беспроводные, в целом беспроводных технологиях, и поэтому пошли на такую вещь. После этого пришел, пришли рынок смартфонов, операторы уже и Kisell, и Beeline, и Tele2 получили лицензию 4G. В это время подошло технологическое перераспределение доходов голосовой связи. Если брать статистику всех сидящих здесь, то основная часть людей, они пользуются WhatsApp, переизвестивки картинки, даже сейчас элементарная почта находится под ударом того, что передел технологии WhatsApp, когда документы можно передавать в WhatsApp. И когда подошла такая необходимость, голос телекома начал падать, голосовая связь, и понятно, что компания стала перед выбором. По сути дела, для нас конкурентами были тогда не внутренние компании, а сколько такой большой технологический передел, как, например, для журналистики и классического телевидения, сейчас является передел видеоотложенного просмотра типа YouTube, так и для нашей компании началась проблема того, что начался передел в технологиях, связанные с голосом и с телевидением. И сейчас по рынку телевидения, если смотреть, то он уже не растет, и 70% просмотров идет в отложенном виде. Поэтому возникла у нашей команды, как раз Каспар пришел коммерческим директором, и уже там у него было хорошее понимание уже мобильного сегмента, и тогда у нас возникло понимание, что и KSL к тому времени уже из-за того, что голосовой трафик, мы тут Каспар смотрели, один год 20 миллиардов потерял. И тогда мы уже понимать начали, что, в принципе, для нас таргетируемый актив становится KSL, и мы можем его купить. Мы вышли на Телесонеро, Телесонеро сама выходила с рынка, и сделали предложение, у нас были переговоры год, и мы взяли Телесонеро. Ну, и в то же время, когда мы делали Altel, было 4 участника рынка, и Телесонеро предложил нам объединиться, потому что каждый по отдельности оставлял, тогда было перед сделкой по 10% у Neo была доля, и 5% у Altel. Объединившим мы стали 15%, сейчас они дошли до 29, до 31, сейчас уже по последней статистике доли рынка. Понятно, что когда это слияние проходило, то у нас был пута опцион на выкуп Телесонеро, который в этом году произошел в вашем вопросе. И KSL, когда мы уже с Каспарсом зашли и начали уже переговоры с Телесонеро, мы там почти поездили, мы даже смотрели с Каспарсом грузинские активы Телесонеро, они в конкурсе подавали Молдову, посмотрели, и приняли решение ограничить только Казахстаном, если будет интересно, могу ответить вопрос, почему. И в итоге получилась вот такая консолидация рынка. С точки зрения рынка, я думаю, Дуаполе, конечно, вызывает много вопросов, но качественный передел, который происходит вообще в рынке и в технологиях, и в самих средствах коммуникации для группы компании Казахтелеком это одна из долгосрочных перспектив, когда мы консолидируем инфраструктуру и имеем на все вызовы рынка, будем отвечать, очень хорошие инфраструктуры, на которые там группа компаний будет очень долгосрочно существовать. Вот для чего мы это сделали. Довольно, при этом довольно давно речь идет о IPO Казахтелекома. Давайте сразу тогда на этот вопрос тоже ответим. Потому что было довольно много разговоров о том, что вы консолидацию рынка проводите, консолидацию всех этих активов проводите, в том числе готовясь к возможному IPO. Когда оно может быть и чего вы ожидаете от него? Когда мы говорим IPO, оно с точки зрения местного рынка, это уже наверное SPO и IPO Казахтелеком это одна из первых публичных компаний. Я считаю, что она являлась голубой фишкой для рынка с 1997 года. Если брать стоимость, по которой первое IPO было, то и нынешнюю стоимость по сути дела прирост составила порядка 1000%. И экономические показатели компании, дивиденды, которые мы выплачиваем, это показали. По сути дела сейчас 49% у нас уже находится в частной семейке и уже во фрифлоте, если вы заходите на кассе, вы можете взять акции Казахтелекома. Дальнейшее IPO идет, это SPO, после которого, после консолидации рынка, как нас оценивает инвестор, по сути дела, что такое IPO? Это паблик оффер, в котором есть оценка инвестора внешняя на нашу компанию. И мы считаем, что к SPO мы готовы будем. Вот мы сейчас вырабатываем политику совместно с компаниями. У нас группа компаний и теледва, мы готовим… Какую рынку хотим мы дать апсайт нашему инвестору? Мы хотим сказать, что за счет консолидации активов, нашей дружеской понимания рынка вместе с участником рынка компании, группы Beeline, мы по сути дела, вся инфраструктура идет консолидацией. И вот задача нашей команды, группы Казахтелекома, группы Kisela и теледва, чтобы дать консолидированную сеть, чтобы абоненты почувствовали равное качество в каждой точке и вторая часть почувствовали разное качество контента. И поэтому мы считаем IPO, когда планы по интеграции у нас, как у группы, будут готовы. Мы выйдем на рынок и скажем, что у нас есть такие планы по интеграции. Это даст определенный апсайт нашему инвестору, который получит какие-то дивиденды с рынка. И соответственно мы будем четко понимать тогда, что какой инвестор нам даст цену. IPO, оно не является процессом для того, чтобы быть. IPO – это привлечение инвестора на какую-то идею. И идею, которую мы хотим предложить публичному рынку – это идея интеграции. Форма уже площадок, IFC, CASE, мы сейчас будем выбирать. Есть куча юридических вопросов. Например, в случае Kisela, вот сейчас Каспорт управляет публичные компании, которые имитируются на лондонской бирже. Это накладывает кучу ограничений на его действия, даже наши действия внутри Каспорса. Вызывает много вопросов. И они как-то должны публично трактоваться. Поэтому, когда мы IPO будем подходить, мы придем с идеей, к которой мы должны придем ко всем базе инвесторов и скажем, что вот наша идея, мы видим, что в трехлетней перспективе мы увеличим вашу доходность и соответственно дадим вам возможность заработать. Мы еще вернемся к теме государства как управляющего, потому что это такая тема, тема очень большая, и на нее они все время говорят, там все, начиная от президента и до экспертного сообщества. Я хотел Ерлана Успанова спросить про вот эту консолидацию, которая происходила в последние два года и про то, насколько она повлияла на рынок в целом и на второго ключевого игрока этого рынка. То есть вы относились к идее покупки KSL Казахтелекомом неоднозначно первоначально. И вы очень открыто об этом говорили. Прошло время уже, сделка та завершена, еще одна сделка прошла. Каким образом рынок будет функционировать в условиях вот такой дуополии, которая уже сложилась? Да, в начале прошлого года мы открыто выступили против этой сделки, высказывались на этот счет. Вы знаете, что разрешение эту сделку в антимонопольном комитете, рассматривалось, точнее принятие решения по одобрению сделки рассматривалось достаточно долго. В итоге правительство выдало целый список так называемых компенсационных мер или мер по сохранению конкуренции в этой индустрии. И на основании списка этих мер и то, что мы дополнительно договорились, я считаю, что мы в условиях дуополии все-таки какую-то конкуренцию сохранили. Такие вот действия совместные обеих сторон привели к этому. Но это вот наши отношения к этой сделке. В дальнейшем, как будет развиваться рынок, опять-таки будет, конечно, зависит от нас двоих. Есть разные сценарии. Не думайте, что я сейчас расскажу. Какую-то часть. Какую часть. Ну смотрите как. Во-первых, я рад за наших коллег. Очень. Я поздравляю, что вы эту сделку сделали, что вам удалось консолидироваться. Вот. И методы, так сказать, работы, они бывают разные. Вот. Можно активно атаковать, можно защищаться как-то. Но мы выбрали следующую тактику. Мы просто будем делать, что называется, свою работу. Что это значит? У нас тоже есть. У нас тоже есть зоны, на которых нам нужно сконцентрироваться. Это и качество предоставляемых услуг. Клиент, он никогда не будет доволен. Никогда не будет 100% довольных клиентом. Поэтому здесь мы просто работаем вот с этим процентным соотношением, с коэффициентом, если можно, так сказать, удовлетворенности, с тем, чтобы его повышать. У нас еще очень много своих внутренних процессов, которые нужно улучшить, на чем нужно сконцентрироваться. Но если клиенты при этом будут выбирать Beeline, как говорится, тут не обессудьте. У меня нет сомнений, что клиент в любом случае будет всегда ходить между компаниями, потому что у него все-таки какой-то выбор останется. Но вот о сохранении этого выбора у меня вопрос, наверное, вновь либо к господину Есикееву, либо к Каспарсу, господину Кукелесу. В условиях, что сейчас Казахтелеком контролирует фактически трех операторов – KSL, Tele2 и Altel. Имеет ли смысл ожидать слияний, то есть ухода какого-то из этих брендов, либо двух брендов, слияние в один, что-то подобное будет происходить на рынке в ближайшее время или нет? Смотрите, во-первых, менеджмент компании, наверное, больше занимается настоящим, в отличие от журналистов, которые больше в будущем. Что я могу сказать? Во-первых, когда мы говорим «контроль», то есть каждый под этим понимает что-то другое. В случае с KSL, наверное, Казахтелеком действительно владеет контрольным пакетом компании, но в прямом управленческом смысле компанию не контролирует, поскольку действует там целый ряд норм, которые это затрудняют. И фактически компания на сегодняшний день функционирует как стендалон-актив, то есть со своим правлением и совершенно автономная система принятия решений. И единственная форма представлена из Казахтелеком, на сегодняшний день есть два места в Совете директоров. Надо понимать, что это все находится под регулированием LSI и очень скрупулезно соблюдается. Поэтому, когда мы говорим «контроль», там тоже в разных активах и в разных формах активов он имеет совершенно разную фактическую реализацию. Это один такой момент. Потом, можете еще раз вопрос? Будет ли ожидательного состояния? Я так понимаю, что в том разрешении, которое было регулятором дано на совершение сделки, там заложены определенные защитные меры, то есть, по крайней мере, на протяжении ближайших трех лет, в моем понимании, и торговые марки должны быть сохранены. То есть, никакой возможности для компании объединиться. Там не заложено. Более того, есть целый ряд нюансов, связанных с тем, как регулируется у нас сама, скажем, там, лицензионная, частотная и прочая часть. То есть, поэтому такое полноценное объединение двух сотовых компаний в одну – это нетривиальное упражнение, в моем понимании, на сегодняшний день на повестке не стоит. А то, что касается определенной интеграции, оптимизации, использования, и вообще повышения произведительности по части технологических ресурсов в рамках группы, то наверняка с высокой вероятностью возможно. Я думаю, если вы посмотрите там мировые кейсы, где происходила консолидация, то, по крайней мере, на технологическом уровне, безусловно, какое-то продолжение этого следует. И, ну, в моем понимании, это фундаментально очень хорошо для экономики, потому что это ведет к существенному росту произведительности труда, это ведет к существенному улучшению там активизации рабочего капитала, то есть возвратной инвестиции и всех основных экономических показателей. Собственно, если это все объединить в некий один заголовок, то это приводит к эффективной экономике. Насколько вообще сейчас имеет смысл… То есть вопрос, он такой, он тоже об ожиданиях, наверное, но у вас есть в этом смысле полная экспертиза, и поэтому ваши ожидания интересны. Насколько вот та ситуация на рынке, которая сложилась прямо сейчас, то есть вот это дуополе, которое есть, насколько она зафиксирована надолго в Казахстане, по вашему мнению, по вашей экспертной оценке. Имеет ли смысл нам ожидать прихода, появления каких-то новых игроков на казахстанском рынке в ближайшие годы, в какой-то перспективе, или мы в этой ситуации зафиксировались и в ней останемся, и вот пока у вас добрые отношения, которые вы демонстрируете, сидя здесь и явно вне этой аудитории тоже, они будут такими оставаться, а потом что-то между вами может произойти, ситуация может поменяться и так дальше. Или все-таки и в условиях ВТО, и в условиях просто того, что кто-то может наконец начать рассматривать центральный азиатский рынок в комплексе, например, в условиях роста Узбекистана, и может быть прихода каких-то игроков оттуда, сюда, ну такое тоже можно теоретически чисто себе представить. Вот во всех этих условиях имеет ли смысл нам ожидать каких-то новых игроков на рынке, или мы зафиксировались и остались так? Любому из вас на самом деле вопрос, это такой, он больше, правда, экспертный. Обычно в развитых телеком странах присутствуют три и больше игрока, поэтому с одной стороны консолидация несет риски для рынка, потому что это может выразиться в определенной ценовой политике, что может приводить к замедлению темпов роста рынка. На сегодняшний день, мне кажется, что те инструменты или те требования, которые заложены в решении Кремзака, ну они достаточно неплохо сохраняют конкурентную ситуацию в Казахстане. И это касается и независимого совета директоров у каждого юрлица, будь то КСЛ, будь то Теледва, это касается гарантии сохранения в течение некоторого времени текущего уровня цен, это, в общем-то, касается гарантии проведения независимой коммерческой деятельности этих операторов, и в том числе это касается передачи определенного спектра частот на некоторое время абонентам картел со стороны объединенной компании. Вот если вот эти принципы будут нарушаться, тогда нам нужно всем, и рынку, и регулятору, и Кремзака начинать волноваться. Пока с точки зрения абонента на рынке присутствуют 5 брендов, на рынке присутствуют 3 юрлица касательно мобильных сервисов. Если говорить о том, какое сейчас в мире настроение относительно телеком-активов, я думаю, что пример с продажи КСЛ очень хорошо это показал. КСЛ, по сути, находился на продаже несколько лет, и я думаю, что дела у компании и у абонента в том числе были бы не очень хороши, если бы государственный по сути или квази-государственный оператор не приобрел этот актив. Но аппетита у иностранных инвесторов к данному активу и к данному футпринту сегодня немного, мягко говоря. И те сделки, которые сейчас происходят в мире, они показывают мультипликатор, с которым оценивают инвесторы данные активы. Он невысокий. Если его сравнить с мультипликатором 5-10 лет назад, то он сегодня в разы меньше. У меня в связи с этим, если позволите, вопрос к Ерлану Оспанову. Учитывая, что вы владеете… вы частная компания, вы владеете оператором. Евгений сейчас говорит о том, что, собственно, интерес к этим активам не самый высокий. Вы планируете этот актив сохранять или вы в условиях этой дуаполии и в условиях того, что, опять же, сейчас эти конкурентные преимущества нивелированы соглашением, нивелированы решением комитета по регулированию естественных монополий, они могут измениться в течение какого-то времени, в течение года или трех, или еще какого-то периода. Насколько вы готовы в долгосрочной перспективе оставлять за собой этот актив, или может наступить момент, когда он вам перестанет быть интересен? Ну, смотрите, бывают разные стартовые позиции. Для, скажем, нового игрока, который хочет прийти на рынок Казахстана, это одно, когда нужно прийти, инвестировать там, живые деньги какие-то потратить, и потом ждать отдачи. Мы здесь уже работаем, мы здесь живем, мы хорошо знаем нашу страну и как сделать бизнес. Поэтому пока таких настроений, а, во-первых, нет, во-вторых, для нас, мы все-таки такая достаточно диперсифицированная группа, поэтому мы еще открываем для себя другие синергии с нашими другими бизнесами. Мы в этой ситуации только видим новую возможность. Тогда следующий вопрос, он из этого же и вытекающий. И, собственно, поэтому я первый вопрос задавал. IPO Казахстан все-таки когда-то произойдет, несмотря на то, что многократно, как бы вот сейчас Куанышбек Бахатбекович мягко об этом говорил, как о процессе подготовки, понятно, что происходила консолидация активов и так дальше. Но в реальности мы знаем, что тот же фонд Самрук Казана, он много лет говорит об этом, как об ожидающемся процессе. Вот этот процесс, он все-таки, это событие когда-то произойдет. Насколько группа компаний Верный Капитал готова, например, участвовать в этом IPO? То есть насколько будет интерес у группы приобрести какую-то часть активов, например? Пока об этом не думали. Спасибо за идею. Нет, смотрите. Безусловно, мы, так сказать, у нас на радаре разные, есть таргеты, что называется, поэтому мы однозначно изучим условия, на которых будет производиться не IPO, а уже SPO, вторичное публичное заключение, поэтому изучить ситуацию мы точно сможем, и мы это сделаем. А будем ли инвестировать или нет, посмотрим. И завершающий вот этот, наверное, блок вопрос, он опять же, наверное, всем прежде всего господину Весикееву. Он будет звучать вначале оскорбительно, но вы, пожалуйста, так его не воспринимайте. Оскорбительно, потому что в реальности эксперты, и не только эксперты, но и многие государственные служащие, они говорят многие годы о том, что государство, он плохой управляющий. Государство, оно плохой управляющий. У него хуже получается, чем у частного бизнеса. Вести бизнес, потому что нет, не всегда есть заинтересованность, иногда есть проблемы с менеджментом. Иногда это вопрос не стратегии, а текущего управления исключительно. Иногда это какие-то другие вопросы. И поэтому участие государства в экономике, это всегда, или не всегда, но зачастую, это все-таки не лучший рецепт развития и государства, и экономики. И поэтому постоянно возникают вот эти вопросы о выходе государства из компании, о проведении IPO и так дальше. И вот в этом смысле, насколько участие настолько масштабное, как сейчас, государство в телекоммуникационном рынке дает ему возможности развиваться или больше оно все-таки забирает. И как эта ситуация изменится, когда все-таки будет проведено вот это SPO, потому что мы понимаем, что государство перестанет с этого момента владеть контрольным пакетом акций Казахтелекома. И у него останется в Казахтелекоме какая-то доля. Насколько государство останется управляющим в этой сфере или оно выйдет из нее полностью? Наверное, самый большой показатель, что вы предлагаете нашему конкуренту купить наши акции, значит, вы верите, что государство неплохо управляло. Это две минуты назад. Я вам очень признателен, да? Потому что, я так понимаю, это вера, да? Как говорят, с каждым воздастся же по вере. В чем смысл IPO, да? Мне очень радует ваша вера в нас, что вы даже наш пакет акций предлагаете нашему конкуренту. Это говорит о том, что мы уже неплохо управляем. Ну, давайте возьмем статистику, да? Если брать, как управляющий компанией Казахтелеком, сегодня 10 лет, если вы можете взять статистику фондового рынка, мы принесли тот, есть такой показатель, называется TRS, Tuttle Revenue for Shareholder. Сколько владелец компании, да? Качество управления определяется той эффективностью, в котором другие владельцы получают дивиденды. Мы можем много говорить о корпоративном управлении, о всем-всем-всем, но реально рынок смотрит на компанию с точки зрения того, что он в ней увидел. Если брать там десятилетие, как управлялся актив, да, то Total Revenue for Shareholders, да, мы по сути дела дивидендами выплатили рынку, да, в два раза больше стоимости, чем мы стоим сейчас. То есть по сути мы выплатили порядка, если 10 лет взять, порядка 2 миллиардов долларов, да, при нашей нынешней оценке, там, порядка одного, да, там. Это говорит о том, что реально мы дали рынку возможность заработать и находясь под управлением 51% государства. Я думаю, это такой, казалось бы, сложно воспринимаемый такой математический показатель, да, но с точки зрения каждого сидящего здесь в зале, да, по сути дела, да, там, владея нашей акцией, вы заработали в два раза, да, и когда говорят о том, что государство качественно для управления силе нет, всегда отвечает за это цифры. Я думаю, эта цифра для меня очень показательна, да, и много можно спорить о том, государство плохое управление силе нет, это всего лишь процессы. Вот только что вот яркий пример, Каскерс привел, да, вот если вы владеете публичной компанией, то ваши права ограничены, да, и ограничены корпоративными стандартами, которые навязываются там международной компанией. То же самое, ну и Казахтелеком, как компания, которая контролируется государство, она, благодаря тому, что она публичная, она тоже ограничена какими-то корпоративными стандартами, даже вот эти знаменитые споры с миноритариями, да, там, где-то мы выплачиваем, где-то спорим, да, это все тема публичности. И в Казахтелекоме получился очень хороший микс, да, там, между там, владением государства, да, там, и публичностью, да, которая, с одной стороны, там, ограничивает, там, нас, там, в управлении тем, что мы, там, берем, наверное, не такие большие риски, да, как полностью 100% частная компания, может, это было и хорошо, да, там, какой-то определенный момент времени. Мы смотрим по разным отраслям, которые полностью сидели частники, и насколько они эффективны, да, показало тоже это десятилетие, да, когда 2-3, там, кризиса прошло по стране, да, там. В этом плане Телеком, он, причем, при минимальной, там, при достаточно консервативной политике нашел деньги, сделал правильные финансовые процедуры для того, чтобы приобрести активы, и с точки зрения, там, консерватизма, либо этого всего, то государственное управление, оно принесло свою пользу. Второй момент, в то же время, наша публичность, да, накладывает нам на постоянное, того, что мы должны растить нашу стоимость, да, потому что каждый сидящий в зале нас будет оценить по этой стоимости, там, там, есть только показатель, да, как цена к Тарбогу Пинаи называется, да, там, и понятно, что здесь мы тоже в лидерах, да, там, мы всегда платим дивиденды, да, наша бумага всегда дивидендная, да, там, и сейчас и ПСЛ выплачивает дивиденды, да, там, и мы на всю эту историю смотрим в том, что массовый рынок готов нас брать, даже показательно ваше выступление нашему конкуренту, да, и поэтому я думаю, что хороший микс между публичностью и долей участия государства в телекоме получился, и это, вот, как я говорю, подтверждает статистика. В дальнейшем понятно, что телеком должен быть публичным, я считаю, дальше, да, там, и государство должно, там, иметь тоже долю в стратегическом активе, тем более связи, да, я думаю, что это определенная доля и, там, государственной политики, да, там, владения активами, да, но, как компания Казахтелеком, да, мы понимаем, что государство должно владеть, да, там, какие-то стратегические вещи, нас поддерживать, да, там, и участвовать, потому что она и в деньгах хорошо зарабатывает на нас, да, там, если я вам статистику привел, да, поэтому я думаю, что такой микс, он должен быть. Уйти в полностью частный сектор, да, тоже хорошая вещь, да, там, по сочке зрения, там, конкуренции, да, там, рентабельности вложений, да, там, но, там, например, имея, там, вот сейчас мы делаем большой проект по селу, вот, много публичности, да, в нем, и мы пытаемся, там, 1200 населенных пунктов привести оптоволокно, да, там, мы с государством подписали ГЧП проект, который, там, в 13 лет нам гарантирует гарантию потребления, мы прокладываем оптику, да, но с точки зрения частных компаний, наверное, на эти инвестиции, с такой зоной риска, такой, горизонт планирования 13 лет, да, вот, Ерике можно спросить, да, она вряд ли бы пошла, да, хотя она могла участвовать в этом процессе, но с точки зрения того, что вы получите абоненты, да, которые сидят, мы пошли на этот риск, да, и мы видим для себя такую долгосрочную перспективу. Поэтому здесь вот, здесь такой спорный вопрос всегда возникает, да, но вот я попытался вам просто статистически ответить, как мы управляемся. Мы перейдем, наверное, к еще одной важной части, это, собственно, будущее телекома, рынка. Оно, на самом деле, мы так предполагаем, ближе, чем даже может казаться, потому что сейчас в октябре, если я ничего не путаю, ожидается первое тестирование сетей 5G. Оно пройдет, правда, как-то, насколько, опять же, мы понимаем, сейчас вы дадите, я надеюсь, больше информации довольно локально, только в одном, в двух регионах, но затем сеть должна распространяться, а 5G изменит, мы так полагаем, вообще все, да, то есть изменится не только скорость, но и изменятся возможности, которые будут у абонентов и так дальше. И в связи с этим вопросов два, и они, наверное, прежде всего к руководителям двух операторов, а потом уже мы можем об этом и порассуждать, тоже, во-первых, как изменятся вообще сами компании в уже довольно скором будущем, потому что мы понимаем, что то, чем были компании-операторы еще 10 лет назад, когда доход приносили голосовые звонки, и то, чем они являются сейчас, уже две большие разницы, что изменит 5G, и какие еще технологии придут и поменяют ваш бизнес? Чем будет ваш бизнес в уже довольно близкой перспективе? Евгений, начнете? Да. 18 октября Beeline, в общем-то, официально открывает тестовую зону в Шемкенте, поэтому всех журналистов приглашаю на это мероприятие. связывайтесь с нашей пиар-службой и сможете, в общем-то, посмотреть, что такое 5G в жизни, какие, в общем-то, сервисы может предлагать 5G. Тогда, наверное, станет более понятно, чего ожидать от мобильного оператора и от этой услуги, от этого сервиса. Вместе с тем, это совершенно другая технология и совершенно другой принцип ее развития будет использован по сравнению с развитием 4G или 3G. То есть, по сути, запуск 5G требует трансформации на всех уровнях мобильного оператора. Речь идет о транспорте, речь идет о ядре, речь идет о активной радиочасти, но и речь идет о трансформации государственного регулирования и политик, потому что необходимо менять очень много где-то законов, где-то подзаконных актов, где-то регулирования касательно легализации строительства, касательно допусков на какие-то объекты, потому что, поскольку технология другая, вот даже для того, чтобы покрыть вот это вот помещение, потребуется очень много маленьких базовых станций условно. И, конечно же, если каждый мобильный оператор будет сталкиваться с тем процессом легализации, который сейчас узаконен, то этот роллаут будет занимать очень-очень много времени. Дальше. 5G – это что? 5G – это большая скорость, 5G – это низкая задержка и 5G – это массированный интернет вещей. Так вот для того, чтобы работать на больших скоростях, для кого важны большие скорости? Ну, например, самодвижущиеся автомобили. Вот чего нужно поменять в регулировании для того, чтобы на трассу выехал самодвижущийся автомобиль? Сколько законов это вот за собой? Беспилотный. Или, например, это M-Health. Это когда, по сути, условно хирург находится в одном месте, а пациент, которого он оперирует, находится в другом месте. И благодаря низкой задержке, которая там доли миллисекунд, то есть операция проходит, в общем-то, успешно, без прерыва в коннективите. Вот, представляете, да, уровень ответственности и количество, опять-таки, регулирования, которое необходимо поменять. Поэтому не все зависит от оператора в данном случае. Самый главный заказчик, как показывает практика, это государство. Государство, которое создает условия для индустрий, для того, чтобы они тоже трансформировались. И 5G – это технология не для массового сегмента. Ну, потому что самый первый сервис, который будет доступен в 5G, это скоростной беспроводной интернет. Дальше – это виртуальная реальность, добавленная реальность и прочие сервисы, которых еще не существует. Нет контента, нет девайсов, нет, в общем-то, какой-то экосистемы. Посему мы готовы инвестировать, мы готовы партнериться в развитии этой сети, потому что задача очень-очень непростая, очень дорогостоящая. Первые несколько лет это будет не бизнес, а это будет обязательство со стороны оператора. То есть это будет необходимость инвестировать в перспективе для того, чтобы через 5 лет, может быть, первые массовые бизнес-кейсы пошли, в общем-то, в реализацию. Ну, Касперс. Чем дальше Евгений рассказывал, тем грустнее становилось. На самом деле, если говорить о 5G, то на сегодняшний день все прекрасно, единственное, отсутствует бизнес-модель. Пока на всех этих замечательных отраслевых форумах по миру, куда не приедешь, с кем из вендоров не встретишься, тебе показывают какую-нибудь лососевую ферму и экскалатор, работающий на удалении. И вот, чтобы вот эти два чуда у тебя состоялись, это крайне необходимые для экономики. То есть без лососевой фермы и удаленного экскалатора нам никуда. Нужно проинвестировать там какой-нибудь, не знаю, 200 миллиардов тенге в сети. И все наладится. Честно говоря, неопределенность очень много. Устройств, работающих в доступном диапазоне, очень мало. На сегодняшний день большинство устройств, из тех пяти, которые мы в сети видим, которые сопоставим с 5G, они находятся в ценовом диапазоне свыше 300 тысяч сенге все за устройство. Это в основном флагман Samsung, Apple и, по-моему, одна или две модели у Huawei. Кому нужен переход из задержки в 600 миллисекунд, там, условно говоря, в задержку в 60 миллисекунд, а если вообще присутствующий может понять, то есть о чем мы говорим. То есть и то, и другое существенно меньше секунды. У вас там, я не знаю, на предприятии до сих пор ездят, там какие-нибудь там ZIL 131 с 78-го года выпуска, то переход там с 600 на 60 миллисекунд не сильно улучшит фонда отдачу от этого прекрасного автомобиля или какого-нибудь другого, я не знаю, башенного автокрана и прочего. То есть надо понимать, что мы находимся там, ну, не в очень технологически модернизированной экономике, то есть чтобы когда, даже если появятся вот эти реальные какие-то масштабируемые применения для 5G, чтобы они тут же конвертировались у нас в экономический рост, это раз. Вот это надо понимать, что мы находимся в экономике там с двузначной стоимостью фондирования. То есть, соответственно, ну, там, скажем, там вероятность каких-то быстрых преобразований, даже когда появится бизнес-кейс, там появятся технологии и все остальное, чтобы это случилось, да, вероятность того, что мы модернизируемся и перестроимся в большом масштабе и будем среди там первых стран получающих эффект от этого этапа модернизации, может быть, не очень высокая. На самом деле по ходу ответа Касперс остановилась еще грустнее, чем по ходу ответа Евгения. И вопрос о том, зачем Казахтелеком купил KSL, стал еще глубже на самом деле, потому что перспектив, судя по двум спикерам, почти никаких. Ирлана, проверкните? Ну, может, только подалью масло в огонь. Вот один герой из кинофильма, помните, Москва слезам не верит, говорил, что через 30 лет будет одно сплошное телевидение. Ну, где-то по сути он был прав, он просто ошибся в технологии. Да, телевидение сильно распространилось, но не было такого большого эффекта. На самом деле один сплошной интернет сейчас. То же самое, вот кажется, что 5G это что-то такое вот-вот-вот-вот-вот, и весь мир сейчас уже вот, вот сейчас всем будет счастье. В реальности, если вот спросите всех мировых операторов, самых крупных, они все в один голос скажут, что нет окупаемой модели, эта технология пока не окупается. Как таковой формат 5G, он еще не разработан жестко, его нету просто. Есть просто понимание, сеть пятого поколения, она должна обладать там какими-то такими качествами, в том числе вот это вот уменьшение задержки 600 на 60 миллисекунд. Непонятно до конца применение всей этой технологии. И опять-таки накладывается, повторюсь, состояние экономик большинства стран на планете. Даже внутри самых передовых экономик, как возьмем США или там Германия, даже Япония, даже у них сеть 5G будет развиваться очень локально. Например, на одном стадионе или там вокруг какого-то крупного концертного зала или вокруг аэропорта или вокзала. Все. Дальше, даже у них при их уровне доходов населения, при их там уровне ВВП, при их других показателях экономики, это, ну вот я бы сказал так, невыгодно. И поэтому для нас, вот да, мы пытаемся, наверное, что-то такое вот показать, свою прогрессивность, да, будем делать пилот, но я за то, чтобы этот пилот продлелся дольше, поскольку я уверен, за полгода мы ничего не поймем. Вот мы только технически что-то можем там протестировать, а действительно эта задержка 600 падает на 60. О, хорошо. Все, положили на полку. Я за то, чтобы тест продлился как можно дольше, торопиться некуда. У нас экономика не проглотит этот формат. Ближайшие, я думаю, 3 года это точно. Если даже вот операторы все решат эту сеть строить, я все-таки выступаю за некую кооперацию, консолидированность, за то, чтобы предоставить равный доступ к частотному спектру. Иначе, во-первых, у нас такого частотного спектра свободного на всех нет, а на каждого, если выделить условно по одной трети, то она работать не будет. То же самое касается капитальных затрат на строительство этой сети. И ни для кого в одиночку она не окупится, не будет это выгодно. Даже не то, что 3, 5 лет. Нужно понимать, что существующая 4G сеть, она еще не окупилась. А мы уже говорим там про какую-то 5G. Возьмите опыт всех стран, которые сейчас уже протестировали. Они все публично, может быть, говорят, что там что-то какое-то есть, но если так вот разобраться, эффекты к ней пока еще никто не видит. Я как раз ровно наоборот. Я расскажу статистику. Мы, знаете, каждый у нас мыслит в разных паттернах. И вот в выборках, в которых мне сейчас приходится быть, я занимаюсь интересным для себя, больше увлечением. это киберспортом развитие. И, наверное, нет здесь человека, который не играл, и нет здесь, у кого ребенок не играет. Я хочу сказать, что, во-первых, задержка, если вы спросите любого, кто играет в компьютерную игру, то это основа того, что происходит в компьютерной игрушке. И очень много споров вокруг киберспорта. И в разных дискуссиях я участвую. Понятно, что кейс нашего поколения, в котором я вырос, это сидеть за компьютером. Это такой кейс ботаника, который сидит за компьютером, играет. И даже мы сейчас все как родители. Мой сын играет. Пусть он меньше играет, потому что он не станет умнее. Но на самом деле надо понимать, что как в музыке, спрос музыки наших родителей и нас, братья, он совсем разный. То, что мы слушали, родители не воспринимали. Сейчас то, что дети слушают, мы не воспринимаем. Это нормальный кейс. Я думаю, что 5G, как в экономике текущей, наверное, он такого быстрого распространения не получит. Здесь я с коллегами прав, еще такой бизнес кейса нет. Но вот с точки зрения маркетинга, кого мы все-таки, следующее поколение, что будет пользоваться. Самое большее сейчас, что нам нужно, вот сейчас включены 2-3 камеры, наверное, или идет в обещании в Фейсбуке, достаточно 4 мегабит для того, чтобы это все делать. Но следующее поколение, которое растет, оно растет совсем уже на других технологиях и других скоростях. Наверное, каждый сталкивался с тем, что когда ребенок выезжает, он играет с соседом, уже сидят один на одной Wi-Fi сети, другой на другой Wi-Fi сети. И это поколение растет, и поколение тех приложений, которые будут работать на такой скорости, оно тоже растет. Пока мы еще не нашли такое приложение, кроме взаимных игр детей, но дальше это будет расти. Поэтому здесь задержка, если брать с точки зрения долгосрочной перспективы, где это придет, с точки зрения таких кейсов, она подойдет. С точки зрения чисто экономической модели, здесь я с коллегами согласен, при плотности страны 6 человек на квадратный километр, строить большую скоростную сеть, она ни одна экономика, она себя не выдерживает. Но с точки зрения, куда утилизация сети, я все-таки думаю, что как мы сейчас, вот журналистика как изменилась, она прошла из какого-то классического сегмента, такой полусовременный формат. Мы сейчас же не сидим в эфире какого-то телевизионного канала, мы сидим в эфире какого-то там, наверное, Инстаграма или Фейсбука, где-то вещание происходит, плюс каждый пишет кучу комментариев в Фейсбуке, не приходя в редакцию, не издавая материалы. То же самое, каждая профессия, она потерпит определенное такое изменение, и оно для него будет такой сдвигом очень жестким. Как профессия бухгалтера, перевела в профессию айтишника, что бухгалтер должен знать все 1С, как бэкапировать, или знать планы счетов. Планы счетов он может выдачить за 2 дня, а процесс бэкапирования там все. И каждая специальность, по сути дела, будущего, она на 70% зависит от его навыков, использована компьютерных технологий. Я думаю, что эти скорости будут расти. Понятно, что это будет другая проблема, что производительность одних увеличится, а что делать другим. И сейчас там целые книги посвящены этому. Но все-таки 5G в моем понимании это сейчас неокупаемый кейс, но с точки зрения десятилетия, я думаю, что все равно изменения профессии, какие кардинальные, мы видим последние десятилетия, то я думаю, следующее десятилетие оно будет идти еще быстрее. И как раз для этого будут рождаться технологии, которые это будут делать на повышенных скоростях. Поэтому я думаю, что здесь 5G с точки зрения долгосрочной перспективы нужен, но с точки зрения 2-3 лет по экономике, в которой мы живем, даже в том отношении, что мы получаем все сидящие здесь ревенью в тенге, и на оборудование мы тратим в долларах, и наша экономика, нам постоянно надо будет подпрыгивать, чтобы показывать еще эффективность рынку, чтобы платить дивиденды. Это такое непростое упражнение, которое каждый здесь, сидящий за этой трибуной, приходится делать каждый день. Но вот я, в принципе, ответил. И Ерлан еще об одной важной вещи сказал, о том, что еще 4G не успело окупиться, на самом деле. То, что сейчас происходит, в принципе, во всем мире, мне кажется, как раз этот комментарий является яркой иллюстрацией происходящего, в принципе, на всей сейчас Каспорт-планете, потому что технологии, развитие технологии настолько ускорилось, что иногда есть ощущение, что не успевает адаптация этих технологий за появлением все новых и новых. Вы что-то хотели добавить? Короткий комментарий еще уточняющее добавить, что все три казахстанских сотовых оператора, я думаю, в ЛТЕ в 4G технологии в ближайшие 2-3 года, как минимум, наверное, 150 миллионов долларов еще только новых денег проинвестируют от сегодняшнего дня. Чтобы не было просто по фразе Ирлана ощущение, что в 4G уже перестали инвестировать, ждем просто окупаемость и идем дальше в 5G, в 4G еще там… Я просто уточняю, потому что присутствующие, это каждый день не находится в этом бизнесе, что там еще, возможно, не одна сотня миллионов долларов, 150 миллионов долларов, по моим оценкам, это минимальная сумма, которая будет инвестирована всеми игроками в ЛТЕ сети, а может быть и 300 и 400. То есть там дальше просто сложно точно сказать, но 150 это неизбежный минимум. Просто в такие моменты происходит коррекция, когда одни убежали далеко вперед, тылы еще не успели догнать и кто сейчас говорит про биткоин или блокчейн, но уже все забыли про него и так далее. Вот про цифровизацию, сначала был такой вот хайп буквально еще 2 года назад. Эти стартапы войти, цифра, 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 цифра. Но сейчас уже знающие люди, они поняли, что цифра это не продукт, во-первых. Цифра это по сути дела интерфейс. И уже я вижу, как сами даже профессиональные участники рынка и те же самые интерпренеры, которые когда-то там очень активно инвестировали, уже начинают корректировать свой подход к этому. Больше и больше и больше. Мы немножко, не то что откатываемся назад, мы корректируем наши действия. Хайпа больше нет. Совсем философски другое отношение уже к цифре. Мы уже понимаем, что это инструмент, это не продукт. То же самое произойдет, наверное, и здесь. Когда мы уже сейчас говорим о всю П5G, ну да, Билл Гейтс говорил, что мы новые технологии всегда переоцениваем в перспективе двух лет и недооцениваем там в дальнейшем. Здесь скорее всего то же самое. Возможно, она пройдет раньше, чем мы сейчас думаем, но сейчас, помните, мы это немножко переоцениваем. И, наверное, последний вопрос, блок вопросов от меня, он как бы смешно сейчас не звучал, но мы его сразу заявляли, чтобы не то, чтобы посмеяться, но чтобы на самом деле попробовать порассуждать на эту тему. Во всем мире предприниматели, на которых сейчас принято ориентироваться вроде Илона Маска или Джеффа Безоса, обсуждают проекты, которые теоретически, мы пока можем рассуждать о них только с точки зрения теории, могут перевернуть вообще, ну, например, будущее интернета. И мы знаем о примерах решений или поиска, по крайней мере, решений в Казахстане. Я не знаю, Алена в аудитории сейчас или нет. Ее стартап, он, например, предлагает уже решение, когда с вами есть интернет, но вам не нужен оператор при этом. И в этой связи возникает вполне закономерный, мне кажется, вопрос, что будут делать операторы, каким образом они будут отвечать на вот этот вызов, который появляется прямо сейчас или появляется в последние несколько лет, когда вот такие большие игроки, большие предприниматели говорят о том, что они хотят, например, интернетом покрыть всю планету, чтобы он был бесплатным, чтобы он был доступен абсолютно всему человечеству. и так дальше. Насколько к чему-то подобному готовы операторы, насколько всерьез вообще вы относитесь к подобным планам? Насколько они могут быть реализованы? Вообще вы об этом думаете или это для вас пока звучит на уровне какой-то шутки или плана, который никогда не будет реализован? Кто готов? Каспарс, давайте. Проекты про интернет, которые всегда с собой без оператора, звучат чрезвычайно интригующе. Наверное, на втором месте после бесплатного цифрового мяса, которое можно сгенерировать у себя дома на компьютере или на смартфоне. Надо понимать, что физика, которую некоторые в школе изучали, она никуда не делась. То есть ни безусная, ни маска, никто ее не отменяет. Есть определенные параметры скоростей, пропускной способности, физически доступных спектров для осуществления этого частот и так далее. Поэтому в вашем тизере перед встречей читал, не помню, кто там запускает 3000 спутников. Для этого перетача данных. Если мы посчитаем примерно долю Казахстана в поверхности земного шара, не знаю, там придем к каким-то там 20-ти теоретическим станциям, которые где-то там в стратосфере будут находиться, но для меня большой вопрос, какую емкость они смогут прокачивать через себя, какие скорости. Я могу понять, когда первоначально эти идеи появлялись, я какое-то время за этим следил, ну, например, вариант там в странах очень остающих в развитии, то есть африканский континент, там некоторые удаленные регионы Индии и так далее, возможность предоставить некий там очень обрезанный текстовой интернет, но совершенно бесплатно тем людям, которые вообще не имеют доступа. Такая возможность там есть, потому что это не требует большой пропускной способности, совершенно не требует никаких скоростей, тем более, когда человек пользуется бесплатно, у него уровень ожидания пониже. На сегодняшний день в наших сетях основной трафик занимает видео, там достаточно высокого разрешения, фотоматериал, то есть там все остальное, ну, если мы мерим, именно в петабайтах на этом фоне, там мало заметно, то есть как в этом смысле, да, это может технически реализовываться и соответствовать с нашим ожиданиям, но, честно говоря, на мой взгляд, на больших отраслевых площадках, да, тоже там ежегодным конгрессом в Барселоне, да, или вот в более региональном, здесь Шархай, особого внимания к этой теме нет. На мой взгляд, это будет адресовать рынок, который на сегодняшний день не монетизирован и не монетизируем, то есть кто готов иметь очень обрезанный по своему функционалу сервис, но не готов совершенно ничего платить, но, скорее всего, что в какой-то варианте сможет этим воспользоваться. Ну, мы дома любим шутить. Для тех, кто не знает физику, мир полон чудес и волшебства. Поддерживаю то, что, да, есть законы физики, согласен абсолютно, но знаете как, вот обратимся к народному творчеству, народные сказки, ковер-самолет, там, скажите, самобранка, когда-то это все было сказками, но человек научился укрощать, во-первых, человечество дошло до этих открытий, да, сделали, открыли, поняли, что такое подъемная сила крыла, там, ИПН-переход изобрели и так далее. Вот это все, результат там открытий. Просто я считаю, что сейчас мы еще на том этапе развития, наша наука, мы еще многого не знаем, мы думаем, что мы уже достаточно глубоко там ушли, но по большому счету еще очень много открытий, причем фундаментальных, еще впереди. Мы сами себе еще не представляем, и что может быть там в ближайшие 100 лет. А если учесть, что прогресс человеческий развивается по экспоненте, вот так вот, то ближайшие 10 лет, наверное, мы увидим, что может появиться, что может выйти, так сказать, из умов великих ученых. Поэтому посмотрим. Я этого не отрицаю. Я, конечно, тоже всегда скептически отношусь к тому, что вот сейчас, через год маска свернет такую-то сеть. Я вижу, да, действительно, с учетом текущего развития науки и техники это невозможно. Но что будет условно говоря завтра, здесь тяжело предсказать. Я здесь больше уже такой вот склоняюсь к тому, что когда-то были сказки, они вот сейчас стали белью. Все может быть. Честно говоря, там, когда вот много спутников обсуждают, мы обсуждаем на самом деле доступ в интернет. И, наверное, самое большое изменение, которое, наверное, для нас самое проблемное, это изменение в контенте. Оно проблемно для каждой специальности, да, там, и я так понимаю, для журналистов, которые здесь сидят, это тоже последние 10 лет, да, это вообще полностью кардинальные изменения, что произошло в содержании интернета. Поэтому формы доступа, действительно, я здесь с коллегами согласен, что там у них свой закон физики, да, и понятно, что окончательно, ну, пользователь в конце получает доступ к интернету, но, на самом деле, пользователь до того, привыкший хорошему качеству, вот я как большая компания, которая постоянно получает жалобы, да, там, по разным регионам, да, я это понимаю, что человек, потребности интернета, у него растет другая потребность, потребность в контенте, да, если брать там, среднего человека, который находится в Фейсбуке, 45 минут в день, он уже смотрит Фейсбук, да, либо смотрит какие-то новости, либо там, какие-то комментарии, я думаю, что самое для каждого из нас, что изменение произойдет, это способность изменять контент, а форма его доставки, да, его скорость доставки, вот здесь я, как раз, я соглашусь, да, там, не очень быстро будет, очень большая скорость, и будет она бесплатна, потому что той скорости, к которой мы сейчас привыкли, да, у пользователя потребность в скоростях больше, чем потребность, там, в каком-то ограниченном доступе в интернете, мы с этим постоянно сталкиваемся, да, там, поэтому я думаю, что самое большое изменение, которое мы ожидаем, да, там, наверное, будет проходить в контенте, ну, например, брать телевидение, которым, вот, наши коллеги занимаются, мы занимаемся в телегоме, да, мы видим большое изменение, да, что просмотры онлайн и постпросмотры, да, 70% абонентов любят смотреть постпросмотр, даже вот в сегодняшнем нашем мероприятии, наверное, 70% абонентов будут постпросмотры смотреть, да, и смотреть, что происходило. Они в онлайне, сейчас каждый занимается своим делом, наверное, всего, надеюсь, несколько тысяч человек всего лишь это смотрят, но когда постпросмотры, это будет гораздо больше. На этом основан и Facebook, на этом основан YouTube, на этом основаны социальные сети, что можно постпросмотры просматривать и новости, и эти вещи. Поэтому для меня, как будущее, то есть изменение того, что будет завтра хотеть клиент. Сейчас клиенту, ему не нравится качество YouTube, то есть скорость падает, он звонит, говорит, мне YouTube в онлайне не смотрит, и он привыкает на смартфоне иметь 4G, он привыкает в помещение, куда он заходит, что будет Wi-Fi. Это уже на уровне, как пирамидам маслоу есть, одна из нижних уже появилась, это Wi-Fi. Вы приезжаете в отель, куда-нибудь в зону отдыха, первое, что дети все подключаются к Wi-Fi, и начинаете по WhatsApp разговаривать. Это снижает наши все доходы четверых сидящих, но в то же время мы понимаем, что это происходит, правильно же? Ну и я думаю, что проекты по интернету, это всего лишь форма доступа. Самая большая, наверное, революция, которая произойдет в технологиях, это в контенте, и мы должны постоянно быть готовы к тому, что все, что мы делаем сегодня, завтра может стать совсем другим. Поэтому я думаю, что запуски Bezos, Amazon, это всего лишь форма доставки. Самое главное, что изменил Amazon, он изменил сам контент. Мы привыкли, что фильмы и Netflix, то, что фильмы, музыку и кино, музыку и книги мы можем получать в онлайне. Поэтому это изменило целые рынки, рынки продажи книг, рынки продажи музыки, рынки продажи фильмов. Поэтому я думаю, что на самом деле будет больше и больше революционности в контенте. Мы можем это зафиксировать. Казахстанские операторы не опасаются ни Маска, ни Bezos. И с этого момента мы можем переходить к вопросам, комментариям от нашей аудитории. Пожалуйста, поднимайте руку, чтобы мы могли вас увидеть и передать вам микрофон. Давайте тогда последний ряд, а потом вам. Пожалуйста. И представляйтесь, пожалуйста. Добрый день. Павел Шалбаев, финансо-аналитик. У меня вопрос такой очень простой. Если на фоне, в глобальном фоне операторов телеком IRPU снижается в последние годы, какие-то есть кренд вообще. То есть связано опять-таки с тем, что WhatsApp появился, что люди больше разговаривают с пользой интернет. какие есть планы вот именно вопроса у KSL, то есть по возможно какому-то росту компании. Возможно другие страны, Узбекистан, либо Афганистан, либо кто-то еще, там в СНГ где-нибудь просто. Спасибо. Очень удивительно этот вопрос слушать от финансового аналитика, потому что если вы почитаете нашу публичную отчетность, то вы увидите, что IRPU уверенно растет. Глобально в мире мы не участвуем, отвечаем за совершенно небольшое отведенное. Смотрите, рост и снижение IRPU, так как мы его видим в консолидированной отчетности компании, это результат среднего значения. По сути, рост ARPU происходит из-за достаточно простой вещи. То есть в Казахстане огромное количество мультисим абонентов, которые на одной сим-карте какого-то одного оператора покупают некий пакет, а на других симках держат так называемый pay-as-you-go тариф, где они платят за каждый нот мегабайт и используют их для каких-то отдельных целей, только для входящих звонков или еще, чтобы им звонили по какому-нибудь объявлению, где они основной номер не хотят показывать и так далее. Плюс исторически до массового перехода на смартфоны для многих вообще pay-as-you-go тарификация была основной тарификацией, особенно на кнопочных телефонах. Поэтому в принципе рост ARPU, просто у нас нет возможности посмотреть, что происходит на отдельном взятом человеке. То есть когда у человека есть, например, три сим-карты трех разных операторов или там две сим-карты одного оператора и одна сим-карта другого оператора и он в какой-то момент начинает эти свои траты консолидировать на какой-то отдельной симке, то на этой отдельной сим-карте это выглядит как существенный рост ARPU. По факту это некая рационализация потребления, которая происходит. Поэтому здесь надо понимать, что вот этот фактор имеет место. Ну и второй фактор это то, что с развитием смартфонов их именно технических свойств и параметров требования к объему потребляемого трафика, это в основном касается уже интернет-пакетов непосредственно увеличивается. То есть там соответственно люди начинают покупать более крупные пакеты. то есть доля пакетов выше базового в продажах увеличиваются, то есть люди покупают больше и по объему пакет, соответственно начинают тратить больше денег, при этом тратя меньше в пересчете на единицу потребления. А то, что касается вообще там соотношения нас и мирового тренда, я думаю, что у меня есть понимание очень простой концепции эквилибриума. В тот момент, когда стоимость мобильного интернета в Казахстане будет находиться примерно на той же строчке в мировом ранжере, где средний доход на душ населения, то есть или там ВВП в пересчете по паритету, то есть там скорее всего там и произойдет определенная определенная стабилизация. В принципе вот вопрос, с которого мы начинали всю дискуссию про консолидацию и так далее, это же на самом деле следствие ухода международных игроков из казахстанского рынка и надо быть достаточно честными и понимать, что уход международных игроков из определенных рынков, где нет гражданской войны и каких-то других катастрофических событий это следствие понижения инвестиционной привлекательности. Может быть если какой-то международный игрок как бы стойчески остался на этом рынке, то может быть он просто не успел. Вторая часть вопроса была про выход на международные рынки именно в вашей компании. На самом деле Куанышбек Бахатбекович начинал отвечать на… Говорил о том, что вы рассматривали и Грузию и другие рынки и говорили о том, что вы готовы ответить на вопрос, почему вы туда не зашли. Вот может быть коротко на эту часть мы вместе ездили по странам и до сих пор там овервью разных стран делаем. Понятно, что во-первых все ближайшие соседи и проблема с инвестициями. То есть мы инвестиции будем считать для себя в валюте, а окружающая действительность, что происходит с местными валютами, она волатильна. И чтобы зайти на рынок мы должны понимать, что наша окупаемость может встать под вопрос. Вторая часть мы смотрели грузинский рынок, достаточно простые небольшие порог входа в рынок, но в то же время сама география страны, сколько инвестиций требуется, что там состоятся на рынке, просто оптику не проложат, между двумя городами, как у нас попроще, земля, грунт, горная местность совсем другому выглядит, поэтому это потребует вход на рынок, если при простой регуляторике он требует очень бы значительные инвестиции. Смотрели рынок, понятно, что рынок крупных игроков России, он уже поделен, там 4 оператора и они уже между собой идет большая конкурентная война, что наверное уже сам Арпу, о том, что Каспарс говорит, точка равновесия Арпу, она не будет достигнута, пока точка равновесия рынка не выровняется и там Ростелеком, Теледва, сейчас атакующий оператор, который пытается там за 300 рублей сделать безлимит, там и весь рынок сейчас России пытается привести какую-то точку пилировки, но пока есть 4 игрок, атакующий, до этого, навряд ли произойдет. И если так брать обзор стран, в европейских странах совсем другой регуляторик, когда есть совсем другие инвестиции, там и понятно, что хотя бы на вытянутой руке они точно не находятся. Поэтому если брать так международный сегмент экспансии у Казахтелекома, то надо о ней думать и подходить очень рационально и эффективно, потому что будет вопрос и у, может, пытаемся быть публичной компанией, и понятно, что у публичного миноритария будет возникать вопрос возвратности денег. То, что касается внутреннего рынка, по Арпу, финансовой аналитике, рынок Телекома, он из такой стадии, когда он рос 12%, в 2014 году он уже перестал расти в больше двузначной цифры, он растет 6-7% это во всем мире, поэтому каждый из нас, сидящий здесь за столом, он пытается войти в другой передел, например, Билайн зашел в телевидение, Билайн ТВ активно продает, потому что он понимает, что есть еще у пользователя интерес к тому, что продавать телевидение поверх этих услуг. То же самое, как у пытается Каспорт, уже и мы тоже контрактные телефоны, сразу заходят на этот рынок, он позволяет абоненту получать контрактный телефон сразу уже с 2-3 летним трафиком. Я думаю, что на самом деле клиент от этого только выигрывает, в то же время нам приходится быть гораздо эффективнее, гораздо быстрее, но наша задача не в том, чтобы АКУ было низким, наша задача, чтобы то, что мы зарабатываем на рынке, для нас было доходным. Спасибо. Давайте от вас вопрос, потом дальше. Да, давайте. Такой момент есть. Я просто хочу раз речь зашла об АРПУ. Все ли понимают, что это такое? АРПУ – это средний доход на одного абонента. То есть в Казахстане АРПУ приблизительно сколько там? Полторы тысячи тенге. Это значит, что средний статистический абонент в Казахстане тратит на услуги связи полторы тысячи тенге в месяц. Когда мы говорим, что связь для нас это насущная потребность, это там очень важный для нас ресурс. Сколько стоит средний статистический завтрак, обед, ужин, каждый день сколько мы тратим на обеспечение своих базовых потребностей. На обеспечение такой потребности, как связь, мы тратим всего полторы тысячи тенге в месяц. Средний статистический абонент. Здесь вопрос, когда мы слышим комментарии связь дорогая, связь плохая, то здесь просто нужно сопоставить цена и качество. Спасибо. Пожалуйста. Emission 1 от информбюро. В прошлом году, когда вы покупали KSL, министерство информации попутно с антимаркетом выставило вот здесь такое непонятно, что там случилось потом с рынком. Хотелось узнать, что выставили за эту сделку и вообще как я так понимаю, это вопрос только мне адресован, да? Очевидно. Отвечу сразу, что когда мы вот как раз я так понимаю, очень много было вопросов по данному вопросу, за это отдельно благодарны, в общем, все бурно обсуждали этот вопрос, но отвечу первое, что требование регулятора самое основное, да, это было там по управлению принципа китайской стены между двух операторов LTE 2 и KSL. И вот сегодня Каспарс подтвердил, что публичная компания KSL, она находится в больше корпоративном праве там лондонской биржи, чем внутри нашего права. Вторая часть вопроса, да, там, это обязательства по частотным, который мы сейчас с нашими коллегами из Билайна проговариваем, чтобы выровнять, ну, технологическое неравновесие, которое возникнет на рынке при случае объединения. Мы сейчас находимся в очень такой уже плотной дискуссии с коллегами, я думаю, что этот вопрос разрешится. И третья часть, это по стоимости там тарифообразования, который сейчас есть на рынке, по нему мы работу ведем, видите, иногда получаем кучу критики, кучу вопросов, но я думаю, что в какой-то такой устойчивой форме мы пытаемся сохранить рынок, поэтому вот мы здесь полностью поддерживаем наших коллег, да, там, с требованиями ихними, да, там, были требования по частотам, если вы помните, и эти требования там наша компания сейчас рассматривает, и сейчас мы совместно с коллегами обсуждаем, но такое понимание рынка, что вот дуополе классическое, она из того, как решение крымзакану не следует, это для всего рынка кажется, что казахтелеком монстр, но у нас две проблемы, да, первая проблема это низкая арпу, которая уже, то, что Иерлан говорит, да, а вторая часть это связана с тем, что с условием того, что у нас есть разграничение по управлению, разграничение по самому, по политике влияния, да, там, на компании внутри, но я думаю, что вот вопрос будет беспокоить всегда, мы всегда будем готовы ответить, да, поэтому здесь никаких у нас больших секретов в этом плане нет. вопросов. Спасибо, давайте, да, вот сюда, потом в ту сторону пойдем. Добрый день, во-первых, хотел комплимент свой высказать власть, интернет-журнал власть, я первый раз, я знаю, 20 лет на телекоме работаю, ну вот так, чтобы в свободном диалоге, у нас тут 80 плюс процентов доли телеком рынка, и что все собрались и открыто друг с другом разговаривают, это очень круто, я надеюсь, что подобное продолжится, не знаю, на какой площадке, но это очень круто, не только вам, но и спикерам, что пришли, нашли время, понятно, что работ очень много. У меня вот было много вопросов, я эту часть вы сняли, хотел вот спросить, Евгений Иванович, со стороны вот Виона, все-таки это действительно риск, да, консолидация одного игрока, есть какие-то сложности, вот с точки зрения интерес, у Виона очень много рынков, понятно, бизнес очень такой расширенный, интерес к казахстанскому рынку, не будет ли снижения каких-то вложений в развитие рынка, капексных, не знаю, опексных затрат, что давайте возьмем оборону, будем меньше тратить, просто там на каком-то уровне и беды остановимся, и не будем вкладываться, вот нету ли этого риска, а второе, вот мы говорили, там 5G, это дорого, развиваться, вот сейчас у вас есть диалог, а возможно ли объединить тут ресурсы, да, там не знаю, опорные сети какие-то совместно использовать оптические, там базовые станции, чтобы уже, ну раз вы собрались и договариваетесь, чтобы вместе развивать какие-то, ну дорогостоящие, возможно, все-таки технологии, понятно, что это очень дорого переходить там на следующее поколение, и если возможно, еще один такой вопрос из будущего, как вот журналисты любят, помимо 5G есть еще интернета вещей, есть еще вопрос финтеха, да, то есть слияние вот этой финансовой телеком-отрасли, по которой все ждут, и даже в банковских сейчас говорят, что банки могут телеком компаниям проиграть, когда в будущем, понятно, надо там регулирование, нацбанк, разрешение и так далее, и так далее, но когда-нибудь это случится, что все переходит туда в цифру, и телеком более успешен может быть, потому что более мобильный, постоянно меняется, в отличие от банковской сферы, как вы смотрите, вот будет ли это будущее, потому что вот про это не было ни одного слова. Спасибо. Начнем про отношение ВИОНа к тому, что происходит на рынке. Начну с того, что Beeline Казахстан, наша команда, делает все для того, чтобы интерес у акционеров не снижался, и я надеюсь, у нас это неплохо получается, это касательно вопроса, не вышел тот, кто не успел. Beeline Казахстан в группе стоит на четвертом месте, не будучи по размерам таким большим по возврату на инвестиции, и на четвертом же месте по выплате дивидендов. Это при том, что есть такие страны, как Россия, Пакистан, Алжирь, Бангладеш, Украина, то есть Узбекистан, понятное дело, что мы там сильно-сильно ниже по рейтингу с точки зрения Абон-базы. Поэтому Казахстан для ВИОНа является в общем-то таким важным и большим активом. Касательно того, как в целом ВИОН смотрит на ситуацию на рынке, знаете, это возможность. Почему ВИОН так смотрит на это? Ну, потому что в первую очередь менеджмент Beeline смотрит на эту ситуацию как на возможность. Мы верим в то, что мы можем повысить с одной стороны эффективность операционной деятельности, если многие проекты будем делать совместно. С другой стороны, пока большой объединенный оператор будет занят своими, скажем так, интеграционными вопросами, для нас всегда есть шанс где-то там сделать что-то лучше. И то, о чем говорилось раньше, мы сейчас фокусированы на действительно развитии своей собственной сети, на самостоятельном развитии. вы знаете, что мы выходим из шаринга по 4G с компанией Kissel. И если говорить о капексной программе, об инвестиционной программе, то в этом году она рекордная за все предыдущие 20 лет. В этом году мы меняем половину сети по всей территории Казахстана, мы переходим с Huawei на Nokia, и поверьте мне, это очень такое большое упражнение для инвесторов. И плюс мы строим самостоятельно на второй половине страны свою собственную 4G сеть. То есть у нас в этом году и в следующем два года подряд абсолютно такие, знаете, максимальные инвестиции, и мы привозим самое новое оборудование. Касательно того, что касательно финтеха, Beeline в этом плане делает очень много активностей. есть платежная карта Beeline, и это достаточно уникальный продукт, когда ваш мобильный номер является в то же самое время платежным номером карты. Пополняя свой мобильный телефон, вы тут же можете достать карточку Beeline и рассчитаться. Рассчитываясь карточкой Beeline, у вас писание происходит с в общем-то мобильного номера. Уникальный продукт, в мире по-моему всего 5 таких решений есть. В этом месяце мы подписали договор с визой, виза в общем-то нам дает свой IBAN, это в общем-то немного таких случаев в мире, когда не банковская организация имеет непосредственно такой договор с визой. Мы популяризируем оплату в общественном транспорте с помощью мобильного телефона. Очень много городов уже в общем-то участвуют в этой программе, еще 4 города до конца года присоединиться к этой программе. Всего за 2 года миллион уникальных пользователей воспользовались мобильными финансами. 250 тысяч карт Beeline мы уже выпустили. Конечно же банкам некомфортно и как результат они вводят ограничения по развитию нашей карточки. Например, в многих крупных банках вы не можете пополнить больше чем 10 тысяч тенге за один раз на номер телефона Beeline, потому что банки понимают, что дальше с этого номера Beeline может проводить расчеты различным мерчантам. И речь действительно идет о крупных банках. Топ-3 в стране таким образом демонстрируют в общем-то свои опасения. Какой еще вопрос был? На самом деле вы ответили на ответ. Здесь надо сказать, что мы точно знаем о примере одного банка, который ограничивает не только Beeline, но и Kiesel пополнение именно 10 тысяч тенге. Касперс, вы добавите что-то по развитию финтеха? По финтеху да, хотел сказать, мое персональное мнение, что в горизонте 10 лет именно в B2C сегменте традиционного банкинга честно говоря особо шансов нет, только если на милости регулятор. Фактически это около 50 тысяч человек занятых бессмысленной работой. Здесь прям нужен комментарий Ярлана Маратовича в этот момент. Я пытаюсь прокомментировать вообще ваш вопрос. Порт и банк у них противоречие в активах сейчас возникает. Я противоречия не вижу, во-первых. Во-вторых, что такое финтех? Финтех это попытка уйти в нерегулируемое поле. Попытка увести финансовые банковские услуги в нерегулируемое и по сути дела вне правовое поле. Вопросы безопасности я думаю, что никогда не будут сняты с повестки дня. Никогда. Потому что это как атомная бомба. Может быть иметь положительный эффект, а может быть совершенно отрицательный. Мы знаем, что биткоин используют не только для расчетов в мирных целях, но еще элементарно торговлю наркотиками, оружием и так далее. Мы этого хотим? Нет. Я лично категорически против. Уверен, что каждый сидящий здесь прекрасно понимает, что любая крайность она тоже приводит к абсурду и либерализация не может быть бесконечной. Все равно где-то в какой-то мере законы для того существуют, для того существует государство, чтобы нас простые граждане обезопасить от какого-то нарушения наших же прав. У меня как у Ирлана нету конфликта интересов. Я хочу сказать за финсектор. Каспер правильно сказал, что банки навряд ли останутся как институт. Я хочу сказать, что и телекомы в один момент могут остаться как институт транзакционных издержек. Например, тот же пример китайского Тенцента, когда к вашей сим-карте в чате привязаны взаиморасчеты, и они осуществляются в чате по сути дела пир-то-пир, в прямом взаимодействии расчета. Я думаю, что транзакционный рынок благодаря этому придет в самой минимальной марже. Поэтому банкам и телекому как таковым может в итоге оказаться, борьба будет идти за тех, кто владеет доминентными чатами. Например, взять ВКонтакте и вести платежные операции, просто взять ВКонтакте и вести платежные операции, как сейчас делает Россия, ВКП они делают. По сути дела 3,5 миллиона абонентов, которые молодежи сидят ВКонтакте, они уже культурологически будут привыкать к тому, что есть такая форма оплаты. И понятно, что если еще они будут пополняться, то соответственно это. Я думаю, что для телекомов следующий передел, который будет им мешать, это наши мэшенжеры, фейсбуки и другие соцсети, в которых мы сидим больше двух часов и которые будут завтра давать возможность оплаты. Я думаю, что обсуждается вот сейчас телеграм, то он вводит, телеграм open network и грэм вводит, если он будет, юридическую силу будет иметь и способность оплачивать телеграме. Более того, я так понимаю, телеграм еще предлагает возможность инвестирования. Если это сделать ватсап, и российские соцсети, то по сути дела крах платежной системы, он может подойти. Я хочу привести кейс биткоина, вы знаете, какой хайп был биткоина, и понятно, что если брать сколько казахстанцев вложили в биткоин, то по сути дела один коммерческий банк можно было закрыть, потому что институт банка это прием депозитов плюс выдача кредитов. То есть по сути дела часть населения все свои депозиты перевело в биткоины. Ошиблась, не ошиблась, это уже показала история. Я думаю, средний банк точно лежал в биткоине, сколько населения переводилось, и такие вещи будут происходить, по сути дела депозитов, и дальше такие вещи, которые будут дальше идти на рынки, в которых надо будет входить, и доступ к которому будет благодаря публичным системам очень быстрый, как доступ к инвестициям сейчас, то я думаю, что это очень сильно изменит структуру вообще как такого финансового сектора, потому что основа финансового сектора это депозитодержание плюс кредитование, если все это становится более публичной сферы, выходит, то и сдержки, и содержание таких институтов должно будет снижаться. И понятно, если еще в этот сектор зайдет телеком-операторы, то, что Евгений рассказывал, Каспар, сейчас они тоже это же делают, то понятное дело, что это вообще приведет полностью к перераспределению институтов, в которых верит общество, в которых оно может хранить деньги, и которое может получать свое кредитование. Я думаю, в ближайшие 10 лет то же самое, как и медиа, индустрия, там очень быстро изменение произойдет. Через 30 лет будет одно сплошное телевидение. Казах-телеком. Надеюсь, это будет казах-телеком. Тем не менее, такой крупный игрок, как Apple, запустил платежную систему на базе какой системы, кто знает? Мастеркард, правильно. Поэтому, а Мастеркард всем известная платежная мировая система, которая контролируется, регулируется, супервазится и так далее, и так далее. Спасибо. Давайте, да, еще ваш вопрос и еще один вопрос будет. окей. Добрый день, Дмитрий Сочин, телеграм-канал finance.kz. Честно говоря, вот сегодня по итогам всего этого вашего выступления замечательного, не совсем понятно, не совсем понятны перспективы отрасли. Да, то есть, мы много говорим о том, что корабли будут бороздить про вторую вселенную, но хотелось бы услышать ваше мнение. Вот прошла консолидация, прошла сделка, в частности, указав телекома, практически, да, там оптимизировали пассивную базу, да, для Кейсела наверняка упала стоимость заимствования. Скажите, пожалуйста, да, ожидаете ли вы в перспективе изменения самой главной переменной в вашем бизнесе как тарифов? Ну, действительно, полторы тысячи тенге на человека в месяц совсем смешные деньги и о каких-то перспективах, в том числе, да, СПО, зачем мне, да, инвестору, зная там, большой долг казахфелекома и зная о том, что нет перспективы роста тарифов заходить в эти акции и компании. Это первый вопрос, прошу прощения, можно второй еще, наверное, ко всем участникам. Проблема с оборудованием. Не секрет, да, там, что у многих из вас стоит оборудование Huawei и в последнее время США накладывают танки на данного производителя. или как это тоже сражается на вашей деятельности и, я понимаю, переход в Nokia тоже с этим связан. Ваши комментарии по поводу ответить вопрос? Я, если удобно, на первый вопрос отвечу. Очень хороший вопрос. Действительно, долг компании, сейчас, соотношение долга к EBD составляет 2,6 и это такой показатель достаточно критичный. То, что вы спрашиваете, как инвестор, я думаю, самый правильный вопрос, с точки зрения этого. Если тарифы не растут, а долг большой, что вы будете делать? Есть ли смысл вкладывать в вашу компанию? Я скажу, есть, потому что когда мы, ну, как мы, у нас есть план выхода из такой долговой нагрузки в ближайшие 2-3 года мы это инвесторам покажем, да, то есть долг к EBD, наверное, там, в нашей краткосрочной перспективе трех лет, да, он дойдет до двух, да, и это нормальный уровень, когда у вас долговая нагрузка по отношению к тому, что вы зарабатываете равна двум. Вторая часть вопроса связана с тарифами. Я вот абсолютно с вами согласен, да, там есть еще правильное регулирование. Тарифы стоят на уровне 2017 года, как любой тариф, он должен, ну, делать корректировку на инфляцию, да, там у нас, я думаю, коллеги тоже из Белайна поддержат, что наш арпонийский не из-за того, что мы так хотим, да, а из-за того, что мы, по сути дела, все тарифы не делали корректировку на инфляцию. Если у нас все основные продукты идут на корректировку, на инфляцию, да, и там, кто-то говорит, инфляция двузначная, кто-то однозначная, да, там, в зависимости от ситуации, да, там, не хотелось бы это комментировать, потому что все понимают, что уровень инфляции, он может выглядеть, ну, с разных точек зрения, по-разному, да, но с 2014 года, мы находимся в 2019 году, вот, я, наверное, все участники этого дискуссии, они понимают, что это корректировки не производилось, и мы живем в том кисе 2017 года, когда отрасль росла, и тарифы росли, и, понятно, абонентская база к этому привыкала, да, там, и я думаю, что в ближайшее время, да, там мы, первое, что мы сделаем, это изменение долга, да, и наша вот задача интеграции всех систем, да, это снижение костов, и снижение костов, там, позволит, там, закрыть, там, проблему, там, долговой нагрузки, я думаю, в ближайшие два года мы взяли обязательства перед своими акционерами показать, как мы выйдем из этой долговой нагрузки, ну, и, я думаю, в принципе, вот, как группа компаний Казах Телеком, я думаю, по будущему нашему инвестору рекомендации, почему надо участвовать в ПИО, я ответил, как мы это будем делать. По оборудованию мы уже ответили, у нас был очень высокий процент использования, в общем-то, китайских поставщиков, в какой-то момент компания приняла решение диверсифицировать, на сегодняшний день, там, половина сети будет, как я уже сказал, на Nokia, половина на Huawei. Это было, я правильно понимаю, ваш вопрос, было ли это связано с американскими санкциями, или это было на чем-то другом основе? Можно и так, но, можно и так, можно и так, но, понятно, раньше разуме было, и такое, я подумала, что Huawei, это было, если вы люди, они, мы, в этом. В данном случае, эти верпадки, это было, и такое, и то, и такое, и такое, в данном случае, да, они могут оказаться, что, иkh-класс, и т.к. Вы. Мы считаем, что для нас это было правильным решением, потому что, во-первых, диверсификация, и это как раз связано с санкциями, потому что у нас были примеры, когда некоторые страны в группе оказались в ситуации, что они не могли делать ничего на оборудование ZTE. Вы представляете себе, в один день потерять поддержку сети или каких-то платформ большого провайдера. Клиенты не ждут и клиенты не прощают. Если сеть падает на один день, то ваш бизнес, можно считать, практически закончен. Поэтому мы не можем так рисковать, и мы, в общем-то, заблаговременно сделали вот это решение по диверсификации. Это раз. Второе. Nokia очень хотела попасть на этот рынок, и они нам сделали предложение, от которого мы не смогли отказаться. Касательно тарифов, смотрите, в прошлом году средний объем потребления интернета по нашей базе был порядка 3,5 гигабайт в месяц. В этом году больше 8. В прошлом году ARPU был порядка, если мне не изменяет память, там 1200 тенге, в этом году условно 1500. То есть потребление выросло в разы, при том, что ARPU выросло на 10%. Вопрос. Кто меняет цены? Оператор или профиль потребления клиента? Клиент решает, сколько ему потреблять интернета. Инфляция, девальвация? Ну, потому что для того, чтобы оператору обеспечить 2-3-кратный рост потребления трафика из года в год, для этого, как говорится, чуть чуда не происходит. Нужно повысить производительность транспорта, добавлять новые подключения базовых станций к оптике, оптимизировать частотный спектр, привозить новое оборудование. Поэтому я думаю, что тарифами управляет в первую очередь рынок, клиент, ну, в общем-то, оператор старается это все собрать вместе для того, чтобы предоставить хороший сервис. Если вы посмотрите на статистику, то Казахстан находится в лидирующих, на лидирующих местах, к сожалению, снизу по стоимости к доступу к мобильному интернету. И доля в кошельке среднего жителя, доля в кошельке именно затрат на мобильный сервис составляет 0,7%. При том, что это является на сегодняшний день практически самой первой, может быть, важной базовой потребностью. Вы с утра первым делом просыпаясь, наверное, тянетесь быстрее к телефону, и в течение дня вы, наверное, не обходитесь без телефона. Еще 5 лет, 10 лет назад можно было уйти из дому на работу, забыв дома телефон, вечером вернуться, отзвониться и сказать извини, оказался без телефона. Сегодня вы вернетесь с вероятностью 99% домой, опаздывая на встречи, но не оставаясь без мобильной связи. Надо менять диаграмму масла. Я очень много хотел бы прокомментировать. Первое, в отношении китайских поставщиков у нас, ну, самая важная емкая часть радио сети, наверное, более 95% на сегодняшний день это Ericsson, поэтому, в принципе, мы в этой части вообще полностью готовы по части этого риска. То, что касается тарифов, я хотел бы все-таки уточнить, в моем понимании тариф – это фактическая стоимость за единицу оказываемых условий, то есть, там, за пропуск мегабайта, минуты голоса или, там, одного смс-сообщения, этот показатель у нас, ну, я уверен, что его коллега, неуклонно снижается из год в год, да, поэтому такого явления, ну, вот в моем понимании, какое лечение тарифа вообще в отрасли не существует. Наверное, единственная в отрасли вообще, в которой тарифы неуклонно снижаются. То есть, другое дело, что смс-сообщение человека растет, но это уже вопрос. То есть, если вы, там, тупите больше, да, то явно вы, там, купите больше дров, но это не вопрос, что дрова дорожают. Спасибо. Последний вопрос, я так понимаю, да, Азамат Желудосбеков. Меня уже представили, спасибо. У меня вопрос от финансовой индустрии, я задам, потому что сейчас прозвучала фраза, как обвинение в сторону банков, что банки не мешают телеоператорам. Просто надо понимать, что вы, когда пытаетесь оказывать финансовую индустрию, вы торгаетесь, как уже правильно сказал Ирлан, на регулируемое поле деятельности, потому что банки для того, чтобы оказывать финансовые индустрии, они за это платят. Они причем платят много, начиная с того, что им нужен собственный капитал, есть требования провинциальной структуры, есть требования по личному персоналу, есть требования по квалификации персонала, есть требования по IT, есть функциональные нормативы и много-много всего, только для того, чтобы банк получил право деньги чужие принимать и потом за этими деньгами распоряжаться, либо эти деньги переводить и за это брать комиссию. Вы, получается, не хотите, сейчас не имея соответствия требований ни по собственному капиталу, ни по персоналу, ни по функциональному нормативу, почему? Вы хотите сделать то же самое, что и банки, и другие финансовые институты, и на этом еще и зарабатывают. Поэтому вопрос будет звучать следующим. Вы готовы, предлагая клиентам финансовые услуги соответствовать тем же самым требованиям, что и регуляторы определяют в отношении к финансовым институтам, либо это вопрос можно по-другому назвать. Готовы ли вы купить банки для того, чтобы использовать банковские лицензии, для того, чтобы оказывать финансовые услуги, либо, наоборот, готовы ли вы стать банками, чтобы оказывать финансовые услуги, либо, опять-таки, с другой стороны, готовы ли вы продаться банкам, чтобы ваши счета, которые находятся у вас клиентские, переводить к депозитным счетам, опять-таки, используют оказанный услуг. Для тех, кто не владеет немножко экономикой, я просто поясню, то, что вы деньги платите операторам телевизионным, это не является вашими деньгами, это является счета, предназначенные для учета доходов в будущих периодов, которые телеоператор открывает у себя. И за счет этих денег доходов в будущих периодов, по мере получения ваших услуг, деньги потихоньку скисляются, они поступают уже на кассовый доход телеоператора, плюс телеоператор за счет этих денег позволяет делать перераспределение уже в пользу других пособщиков, но это де-факто получается такая достаточно сложная бухгалтерская игра, потому что деньги, которые находятся у оператора, на самом деле являются деньгами самого оператора. То есть на самом деле покупая какую-то услугу через телеоператор, на самом деле телеоператор покупает эту услугу, просто он зачитывает ее в вашу пользу. В банках немножко выглядит все по-другому. Вопрос уже превратился… Но просто это пояснить для того, чтобы остальные присутствующие поняли на самом деле… Да, мы готовы, мы готовы пояснить. Да, пожалуйста. Ну, смотрите, у Билайна есть платежная организация, называется Каз Евромобайл. Поэтому Каз Евромобайл – это субъект лицензирования и субъект финансового мониторинга. Я просто не хочу делать ответ сильно скучным. Все нормативы, которые требуют государство и Центробанк к платежным организациями, нами соблюдаются. Это первое. Второе. Карточка Билайн выпущена на процессинге Альфа-Банка. И по сути все, что касается требований опять-таки со стороны регулятора к платежам выполняется еще со стороны Альфа-Банка. Поэтому с нашей стороны все нормативы, все регламенты выполнены. Это первое. Второе. Я бы тоже хотел немножко снизить, как это сказать, температуру амбиций наших или температуру ожиданий. Мы сейчас говорим в первую очередь о том, чтобы предоставить сервис не банковскому сегменту. Есть очень много клиентов на территории республики, которые знают, как пополнять мобильный телефон, но при этом не пользуются платежными карточками. Так вот мы сейчас разрабатываем экосистему, которая прежде всего решает их потребности, их запросы. Если говорить о будущем банков или телекомов, но это не мы здесь сидящие решаем, это решает клиент. Если ему будет удобно пользоваться кошельком мобильного оператора, он будет отдавать предпочтение мобильному оператору. Если нам, как телеком-оператору, будет необходимо защищаться от ограничений со стороны банков банковской лицензии, мы будем этот вопрос в том числе рассматривать. Но на сегодняшний день номер один мы выполняем все требования регулятора, номер два мы таргетируемся на не банковский сегмент. Я, наверное, отвечу в очень интересном формате, который, наверное, все, кто сидят, журналисты хорошо знают. Вы знаете, что классическое телевидение начиналось с Кастель-радио, и когда было эфирное телевидение, и все дома сидели, пользовались эфирным телевидением, были каналы, которые находятся в эфире, и были башни в Кастель-радио, которые раздавали эфирные вещи. Ну, по сути дела, если брать, это одна из классических форм телевидения. Потом пришел рынок кабельного телевидения, помните рынки Алма-ТВ и Секотел, которые были очень активны, и, по сути дела, они стали заменителем эфира. И так как наполнение Секотел кабельного требовало меньше частот, чем у эфирного телевидения, то, соответственно, перераспределение даже в городах в пользу кабельного телевидения очень быстро произошло. И каждый знает, что там дома можно было поставить 3-4 разводки, чтобы поставить там Алма-ТВ, либо это. То же самое, после этого произошел передел следующий, пришел, пришли, мы как компания в телевидении, и наша ID-ТВ, уже IP-ТВ, да, очень сильно изменил там структуру самого телевидения, не говоря о том, что уже следующие телевизионные площадки типа Iveroo, да, там местные OTT-приложения, они вообще изменили вообще мир телевидения полностью, не говоря о том, что сделал YouTube, когда вы услугу в отложенном просмотре, можете посмотреть любую информацию, и не говоря о том, что сделал Facebook. Мне кажется, классический банковский сектор, он будет все время находиться под прессом изменения технологий, да, там, и вот то, что наши коллеги делают, то, что мы делаем, да, это по сути небольшие шаги, которые потом приведут к тотальному изменению вообще структуры финсектора, и для всего финсектора сейчас, вот я говорю, даже биткоин сильно изменил структуру инвестиций, кто-то заработал там 3-4 раза на этой деньгах, он уже, он ищет риски такого же формата, чтобы столько же заработать, да, а местный рынок ему такую форму заработка не может дать, да, я думаю, что передел неизбежен, да, только вот я согласен, что нужно понимать, что форму регулятора должен понимать, что время идет, да, и если он не заменяет, то там типа киви, кошельки, да, там эти все вещи очень хорошо заменяет. Я хотел хороший пример Каспий привести, когда он сделал и кошелек, и банковскую карту, да, там и сделал маркет, да, он по сути дела, все эти тренды, о которых я говорил на финансовом сегменте, очень сильно объял в одном месте. Пожалуйста, Каспий. Ну, я хотел еще, чтобы мы вот в этой дискуссии обратили внимание на замечательного нашего соседа Китай, мне кажется, вот за последние 5-7 лет произошла невероятная трансформация в платежах и вообще в доле платежей, да, и фактически то, с чем банковский сектор, в моем понимании, в Казахстане на протяжении 25 лет не справился, да, то есть это, собственно, не с фискализацией экономики вообще в целом, да, не, собственно, там с управлением собственного капитала, я, честно говоря, уже потерял своих триллионов тенге, которые там постоянно из всех возможных фондов в банковский сектор заливается, то есть если у кого-то мысль, что банкам туда надо еще какие-то триллионы залить, чтобы они еще сотовых операторов купили, то, наверное, ну, не знаю, там будущее казахстанских пенсионеров у меня большие опасения вызывает, да, я бы, честно говоря, лучше предложил от этого воздержаться, да. Китайский кейс показывает то, что переход платежей из традиционного банковского сектора происходит крайне успешный и первым результатом для государства, в этом является тотальная фискализация экономики, да, то есть вот на сегодняшний день реально вы там пучок салата в Китае на рынке купите, расплатившись или через ЛВТ, или через Вичер Тей, да, то есть и никакой пластик никому не нужен, а человек с кэшом вообще, вот я не в данном Шахае обнаружил, да, что там в большом молле, там где-то там в дальнем углу на четвертом этаже есть единственная точка, где человек наличными может заплатить за парковку, да, потому что это уже на сегодняшний день какая-то уже рудиментальная форма вообще расчета, да, то есть просто, ну, это не предусматривается везде на выезде, в каждом месте, QR-код, да, то есть и оплата мобильным способом, это помимо того, что удобно пользоваться, помимо того, что лишает необходимости содержать десятки тысяч совершенно ненужных сотрудников на сегодняшней фазе технологического развития, да, который там бумажки перекладывает, распечатывает, там что-то подшивает бесконечно, да, но это еще для государства решает важнейшую задачу физикализации экономики, да, когда за счет удобства, а не за счет инструментов принуждения и наказания происходит эффект физикализации и пример Китая, на мой взгляд, очень близкий к нам географический и очень яркий. Спасибо. Вот как раз-таки пример Китая говорит о том, что да, технология работает и сами сказали про фискализацию, про то, что все это под контролем. Дело в том, что такое понимание происходит из-за, точнее восприятия происходит из-за неправильного понимания, ну, таких вот определяющих вещей. Что такое банк? Какие продукты дает банк? Это кредиты и депозиты. Есть понятие кредитные риски, есть понятие ответственность перед депозиторами. Самые надежные институты, которые ведут счета клиентов, это банки. Бывают ошибки биллинговые, у Билайна, у Кисела. Какие скандалы возникают из-за 100 тенге? Весь Фейсбук взрывается, мне там дано числили, чего-то там и так далее. Что происходит, когда банк падает? Катастрофа национального масштаба, понимаете? Поэтому здесь можно говорить сколько угодно о либерализации, но вот есть такие вещи, где переступать черту, что называется, нельзя. Если мы уходим, мы используем эти новые технологии, о которых вы говорите, то однозначно тогда придется выполнять все требования и продунциальные… Как правила техники безопасности писались на крови, так и продунциальные нормативы писались на долгую историю разорения всех кредитных институтов. Так что, да, технологии могут быть, но без регулирования тогда никуда, абсолютно. Я думаю, что в этом смысле господин Жолдозбеков задает нам тему для какой-то другой еще дискуссии, дополнительной на самом деле, на которую мы его в том числе с большим удовольствием позовем, потому что уже звали, он участвовал в эксперт апдейте по как раз биткоинам пару лет назад, когда это было важно обсуждать и мы проводили такие дискуссии тоже. Я думаю, что мы к этой теме вернемся. Я в этот момент, поскольку обещал чуть быстрее закончить, на самом деле мы уложились ровно в два часа, я в этот момент хотел вас всех поблагодарить за внимание, всех наших участников, спикеров поблагодарить за активную дискуссию, за, на мой взгляд, очень интересную дискуссию, которая не может закончиться здесь, потому что рынок это такой супер живой и он будет развиваться, и понятно, что он будет давать новые и новые поводы для того, чтобы мы встречались и обсуждали, я надеюсь, что такие встречи еще будут. Спасибо вам большое и до встречи!